Слотокинг. Королевский сезон начинается. Активно закрывают рты даже вот этим. Или наоборот, он как-то хочет себе этот электорат перебрать, и тех, кто может этот электорат возбуждать нехорошим для Путина аспекте, вот он их и прикрывает. Ну, давай тогда, смотри, именно про Каллинг можно сказать, что его, например, очень часто цитировали украинские СМИ. Он иногда даже казалось, что это такой специальный канал, который фигу в кармане держит, и специально, чтобы ему долго разрешали издеваться над российской властью, позволяет, ну, там, вынужден, как будто вынужден говорить нужные вещи с точки зрения партии правительства по поводу войны. Ну, конечно, не так, но я просто к тому, что есть еще более одиозный пример, я бы его не ставил в самый одиозный, например, сам Игорь Стрелков, который ты не поверишь. Знаешь, ты помнишь, да, Игорь Стрелков известен тем, что он начал делать людей в 2014 году. Игорь Стрелков известен тем, что он подписывал указ Сталина в Славянске о расстреле мародеров, там, шпионов, дезертиров и прочих. Ну, то есть, без суда и следствия по законам военного времени. Он очень гордится тем, какой он настоящий сталинист. И вот он сидит в СИЗО, как бы хотел сталинизм получить, буквально. И сейчас его близкие пишут очень слезливые посты о том, что его дочка, которая родилась вот после его свадьбы в Донецке в 2014 году, и сейчас, как ты понимаешь, пошла уже в первый класс, 7 лет прошло после ее рождения, там, после лица. Вот она сегодня пошла без папы. Очень жалко ребенка, но, собственно, ничего удивительного нет, потому что, во-первых, отец, к сожалению, военный преступник, а во-вторых, он, к сожалению, военный преступник, который критиковал Путина, хотел сталинизм и оказался в СИЗО. Они заявили, что он будет избираться... Президенты. Это очень забавно, да. Да-да-да, вот об этом я, конечно, и хотела. Так вообще, что он не хочет выйти из СИЗО. Но тут другой вопрос. Да, что грядет, и почему нужно защищать поляну критики, особенно критики остроумной. Грядет, очевидно, мобилизация. Сомнений нет никаких, что она будет. Грядут успехи Украины на фронте, потому что мы видим, что дорогой ценой усилия героические и очень умно Украина пробивается сквозь... Разрушает линию российской обороны, пробивается и прочее. Там Россия сейчас пытается на юге, на флангах наступать на украинское наступление. Мы писали об этом вчера в нашей военной сводке. Видим, как они собирают силы для того, чтобы попытаться остановить в районе Работина, очень важном месте для украинского фронта, наступление ВСУ. Но, судя по всему, мне кажется, что ничего не получится. И знаешь, я, кстати, почему понял, что ничего не получится? Я вчера смотрел фильм «Они сражались за родину», где, если ты помнишь, играл еще советский актер Шукшин. А вместе с ним там был такой персонаж украинец, который готовил, все им обещал сварить настоящий украинский борщ. И там взрослые очень люди, понятное дело, это Великая Отечественная война. Значит, там герои играют солдат, которым за 50 лет пожившие мужчины из деревень, которые, очевидно, видели гражданскую, там, и прочее, прочее. Они вообще умеют руками все делать, и прочее. И вот они, значит, эти мужчины копают себе окоп. Они брошены в чисто поле. Это в кино показывают. Но в Советском Союзе это, видимо, было признаком высочайшего героизма советского народа, который голыми руками остановил фашистских захватчиков. Сейчас мы понимаем, что такое, почему и как люди воют голыми руками, и цена, как бы, последствия чего является война голыми руками. Они там в кино, значит, касками, металлические каски, мы в Майдане такие видели, у некоторых были эти советские металлические каски, да? Вот они металлическими касками копают эти окопы. И фильм такой просто, ну, это правда киноклассика, великие актеры, отличные режиссеры, и он в «Советском человеке» особенно, ну, кроме того, что это, безусловно, подвиг людей, ну, другой вопрос. В «Советском человеке» он будет вот все самое, все самое патетическое, что есть, особенно в поколении Владимира Путина. И я вдруг понял, что они, эти люди, которые отправили этих людей на войну, они не воюют. Они хотят такой фильм. Они хотят, чтобы эти старые люди, немолодые, и старые, и немолодые, и молодые, неважно, как Василий Шукшин и его киногерой, кинопартнер, украинец Борщом, касками и голыми руками совершали подвиги в украинской степи, а они на это смотрели и умилялись. В их голове не война, а реконструкция. У людей таких, как Стрелков, у людей таких, как зет-пропагандистов, это война. И они им говорят, «Вы воюете?» И все время говорят, «Почему он не воюет?» Потому что он хочет умиляться, пускать свою путинскую скупую слезу, глядя, как 50-летние мужчины голыми руками и касками копают в себе окопы. Это происходит из-за того, что происходит так долгое время. И, может быть, только сейчас приходит осознание, что нужны какие-то другие люди им для того, чтобы воевать, потому что реконструкция давно закончилась. У меня почему-то ощущение, что все эти попытки на флангах что-то собрать, чтобы остановить украинское контрнаступление, провалятся. Потому что Украина воюет за свою свободу, и для нее эти подвиги – это не кинореконструкция, а подвиг ежедневного народа, который вынужден совершать эти подвиги для того, чтобы выжил. А для Путина это кино. А дальше возникает вопрос. Выборы абсолютно правильные. Мобилизация необходимая для того, чтобы просто у Москвы не оказалось НСУ. Не очевидный и совершенный провал на фронте. Даже если бы мы сейчас остановили время и сказали, что украинское контрнаступление там, где оно есть, год Украина наступает, а Россия отступает. Извините. Это точно не успех. Как угодно можно относиться к темпам украинского наступления, но очевидно совершенно, что это не российское. Они уже говорят в районе Вербова, в частности, тяжелые мероприятия. Это жест доброй воли был, когда была Харьковщина и Херсонщина, а теперь тяжелые мероприятия. Ну вот, я смотрю сегодня на... Знаете, как я люблю пропагубляться по украинскому фейсбуку перед нашим эфиром. И вот я смотрю, как украинский бизнесмен в Харькове, не будем называть им, рассказывает о том, что он продает очередной свой очень дорогой автомобиль, потому что он тратит эти деньги на фронт. И говорит, что после войны, даже если бы он его не продал, он бы все равно не смог на этом ездить, потому что после войны в Украине на таком автомобиле ездить было бы неприлично. Невозможно. Можно только продать его и потратить эти деньги на оборону и восстановление стран. И так далее, и так далее. Конечно, на этом фоне всех этих неудач. Плюс внутренних проблем России. Плюс того, что Украина учится, несмотря на войну, выстраивать так производственные цепочки, что и минометы начинают делать свои, и ракеты начинают делать свои. А Украина, как мы знаем, это страна ракетная. И самая ракетная из всех стран, может быть, которые остались после Советского Союза. Вообще то. То, конечно, на этом фоне люди, которые вышучивают и критикуют, становятся смертельно опасны для Путина. Но тут еще есть один нюанс. Именно вышучивают. Вот тут, знаете, не я эту историю прочитал, а мне ее рассказали, а потом я прочитал. На их Москве когда-то еще давно была такая замечательная история Ксиянова, который любил рассказывать такие истории. Она очень показательна. Почему вот это вы шучили? Когда убили Марата, потом, когда убили Марата во время Французской революции, когда совершили покушение в его ванне, его соратник, Господи, помогите мне, как его звали? Помогут наши зрители сейчас в комментарии. Жутко боялся покушения. И когда к нему в дом вошла французская девушка с маникюрными ножницами, он так испугался, что она его убьет, что позвал охрану, ее схватили и отрубили ей голову. И этот человек лишился всей своей карьеры и всей своей революции, потому что Париж над ним засмеялся. Париж засмеялся над тем, как страшный, кровавый революционер, ничего не боящийся, который рубит голову на право и на лево, наводит ужас на французов, испугался молоденькой девушки с букетом цветов и маникюрными ножницами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова